В Армавире 15 марта открылись 73 избирательных участка. Чтобы горожанам было удобно, выборы президента Российской Федерации проводятся три дня – 15, 16 и 17 марта. Сделать свой выбор армавирцы смогут с 8 утра до 8 вечера. Утром 15 марта у входа в избирательный участок номер 0422 в школе номер 3 образовалась очередь желающих проголосовать. Приехал проявить свою гражданскую позицию и региональный координатор движения «Мы вместе» Георгий Китов. Он сам сделал свой выбор и считает, что это долг каждого гражданина. Тот человек, который хочет жить в стабильной и сильной стране, он обязательно должен прийти и проголосовать. Потому что мы выбираем, кто будет все эти 6 лет руководить нашей страной и в каком формате это все будет происходить. Я хочу, чтобы мои дети, моя семья жили в безопасной, сильной и развивающей стране. В Армавире жители могут проголосовать не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Для этого избиратели заранее должны были подать заявление. Для пожилых и маломобильных граждан будет организовано голосование на дому. В городе созданы все условия для того, чтобы выборы прошли успешно. Это долг каждого гражданина Российской Федерации – прийти на выборы и проголосовать за президента, который в дальнейшем будет управлять нашей страной. Первые результаты голосования станут известны в воскресенье 17 марта после 21.00 по московскому времени. Именно в это время закроются участки в самом западном российском регионе Калининградской области. О предварительной итоге выборов и имя победителя ЦИК планируют огласить в понедельник 18 марта. Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации телерадиокомпании «Витармавер».